Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Вы знаете, что мы находимся сейчас на Азорских островах. И давайте я вам расскажу про марину, которая является одной из самых посещаемых марин в мире. Итак, Марина де Хорта. Это марина, которая находится на пути следования лодок с Кариб обратно в Средиземное море. Вот вы видите сейчас большое количество пирсов, которые находятся сзади. Мы пройдем вдоль, я вам покажу более детально, по тому, что здесь за лодки расположены. Вот, кстати, стоит катамаран Манамана, катамарат. Здесь вообще тусовка такая достаточно большая. Немножко покажу все лодки, которые стоят. Кто здесь еще может стоять? Вот, например, стоят. Видите, кто, да? Делос. Ну, идем дальше. Вот такие надписи оставляют. Вот каждый из них просто сотни-сотни тысяч. Такие красивые есть вообще, креативные. Марочка. О, миньон. А что, с плиточками? О, тут вот еще популярная тема. Футболки наклеивать на эпоксидку. А вот из плиточек мозаика, прямо вот из цемента выложены. Мне еще вот эта нравится, какая брать, причем причем. Ага. Вот эта большая, которая? Да. Да. Стильненько. Вот, кстати, лодки, которые стоят вот у того дальнего пирса, вот вы видите, вдалеке. Это, короче, все лодки, которые арестованы здесь за наркотрафик. То есть, это просто, да, это все конфискованные лодки за перевоз наркотиков. Естественно, в Марине есть заправка. То есть, вы приходите лонсайт, швартуете лодку и прямо заливаете. Но это традиционно для заправочных станций. Стоимость дизеля 1,24 евро за литр, если это дизель. И полтора евро, если вы заливаете бензин. Какой бензин? 95. Ну, 95. Но здесь есть момент. Дизель здесь называется газолео, или как он в Испании называется газоэл. То есть, иногда бывает некоторая мешанина, и можно залить, вот, в общем, совсем не то, что нужно. Потому что бензин здесь как-то вообще называется, это, наверное, бессвинцовый санс чумбо. Бессвинцовый без чумбы. Короче, погнали дальше. Я так понимаю, что вся марина рассчитана на небольшие лодки. Потому что все розетки в марине 16-амперные. Ну, и вода, которая подключается с обратной стороны. Вода и питание входят в стоимость марины. Прайс я вам расскажу в конце видео. Погнали дальше. Давайте я вам расскажу немножко о самой, собственно, конфигурации пирсов марины. Должен заметить сразу, что марина не сильно защищена. Когда идет ветер, скажем, южный, проблем особых нет. Но когда ветер начинается с севера, то вся волна заходит через вход, вот этот вот. И особенно вот на этой части здесь, конечно, начинается полная мракобесия. Хотя тут дальше идет большой волнорез, который закрывает полностью вход. Но это не помогает. Волнорез большой. Они хотят его немножечко продлить. Но тут есть проблемы с местным населением, которые не хотят продлевать. Потому что им загораживает красивый вид. Ну и, короче, вот эта вот муть, как обычно, во всех странах происходит. Пирсы расположены вот так вот по диагонали. И вот эти вот транзитные пирсы, на которых в основном все стоят, здесь стоят больше те, которые здесь на лонтерме. А просто транзитные проходят вот здесь. Когда приходишь первый раз, то обычно становятся либо на заправку, либо вдоль вот этой стенки, либо на якоре, если здесь в Марине больше нету никаких мест. Вообще Азорские острова очень красивые. Вы же знаете, что Азора – это часть Португалии. И, соответственно, европейская культура здесь присутствует как нигде в полной мере. Все разделители, все пешеходные дорожки, все красиво. И вот даже сейчас вот я сижу, вот эта обычная брусчатка, которая вот здесь вот находится, вот ее сейчас видно, да? Это лава-стоун, то есть это камни, которые вырезаны из горной лавы, которая стекала при извержении вулкана. То есть и все, что вы видите здесь, это все сделано, это брусчатка из лава-стоун, но в этом есть такой очень именно шикарный дух этого места. То есть вот все вот эти маленькие элементы, которые там красиво выложены, камушки, мозаика, и все это дает такое именно классное настроение и классное ощущение, которое обычно уже в большинстве городах потеряно. Сейчас за нами вот находится город, это Орта, или пишется Хорта. То есть это основной город, который расположен на острове Файал. Немножко странное название, но вообще португальский язык, он странен сам по себе. Если вот его слушать, такое ощущение, что это микс испанского и польского. Очень много ж, ш звуков, достаточно прикольно. Тебе кажется, что ты все понимаешь и как будто говорят славяне, но на самом деле ничего ты, понятное дело, не понимаешь. Сейчас за нами находится бывшая крепость городская, и на данный момент это пятизвездочный отель, то есть больше это никакая не крепость. Но все очень ухожено, мусор весь убран. Мне вообще Азоры очень понравились, потому что это первый раз, когда я здесь. Но давайте я сейчас вам расскажу еще немножко о возможностях Марины. Как во всей Европе, когда вы выбрасываете мусор, его нужно сортировать. За мной сейчас находятся баки, в которые можно сливать отработанные масла, и там дальше идет полная сортировка мусора. Там фильтра, допустим, от двигателей бросаются вот за мной. Если вы пищевые отходы выбрасываете, это там дальше все разделено по стандартным для Европы цветам контейнера. За мной, вот туда если идти вдаль, нужно пройти абсолютно всю Марину, и там будет душ и туалет. То есть здесь рядом туалета и душа нет. Если у вас на лодке есть с этим проблемы, то бежать вам нужно будет метров 500 туда в конец. Это мы пройдем, я покажу. Но тем не менее, знайте, что там находится лаундри, вы можете постирать все свои вещи, но идти с этими вещами вам придется далеко, как и, собственно, держать все в себе, если вам нужно срочно побежать в лаундри. А вот это наш туалетный бар. В нем вся проходит тусня, когда ты идешь в душ. Там вот находится душ, внутри я его тоже покажу, но потом можно выйти и выпить бокальчик вина. Слажда. Так, ну что, что у нас здесь есть? Лаундри сервис. Сколько стоит, помнишь? 5 евро стоит стирка, 5 килограмм и 5 евро сушка. Итого десяточка. Десяточка, недешево. Никакие слогащие. Ну и, собственно, душ и туалет, женский отдельно. Все, давай, скоро встретимся для мальчиков. Туалет и туда, а тут душ. Душ, кстати, такой задрепанный-задрепанный, да? То есть такой... Задрепанный, но рабочий, я бы так сказал. Да, задрепанный, но рабочий. Так, власти себе, это я видео снимаю. Хорошо. Сделайте вид, что вы непринужденно беседуете. А мы беседуем. Я первый раз в жизни видел. На южбургах, где-то, 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 где-то... Ты как? Слышал, где-то. Спасибо. Спасибо. Да, ладно. Спасибо. Мы сейчас находимся у управляющего, у менеджера Марины, который сейчас расскажет нам по поводу того, что это за Марина и вообще, что здесь происходит. Продолжение следует... Что это за Марина, и почему это так важно для этой области, и почему это так важно для сейлеров? Что это за Марина? Продолжение следует... Сколько ботов прошло в маринаде каждый год? Уже есть около 1.150. Но у нас есть один рекорд. Один год – 1.300 ботов. Я думаю, 2004. Но в последнее время как много ботов прошло? В последнее время было 1.260 ботов. В последнее время мы были 1.700 ботов. Какая маринада более ботовая в мире? Вы говорите, что это ботовая. Кто номер один? Я не знаю. Но может быть, только представьте. Может быть в... В Латашканаре? Нет, может быть в... В Майорке. В Майорке? Ты считаешь, что это ботовая? Да, в Палмайорке. В Майорке. О, классно. Это мебель для маринады. Это проект, который будет менять. Это проект для меня. Я могу видеть, что в Майорке есть вот этот. Да, только этот. И теперь, с новым проектом, мы как-то вот так. Это большая площадь для репетирования. Ага, это дрылок. Ага, для больших ботов. Да, для больших ботов. Да, для больших ботов. Ага. И теперь мы идем для пищевых ботов. Пищевых ботов здесь. Пищевых ботов здесь. Да. И вот, когда мы идем для этого, это ботовая. Да, да, да. Это ботовая ботовая. Да, да. Вот так. Конечно, это проблема. В португалии все марины государственные. Что это значит? Куда бы вы не приехали, в какую бы марину вы не стали, везде будет фиксированная цена, которую я вам в конце видео уже обещал дать. С одной стороны, это плюсы. Вы можете четко прогнозировать, сколько вам обойдется стоянка в Португалии. С другой стороны, есть свои минусы. Вы не можете заранее забронировать марину. К сожалению, здесь это работает только таким образом. Но отличительной особенностью португальских марин является то, что если вы приходите и места для вашей лодки нет, вы можете стоять вторым номером, как я сейчас вам покажу. То есть третьим номером уже, конечно, будет стоять наглость, но прийти и стать боком уже пришвартованной лодки, это абсолютно нормальная практика. И здесь люди это делают и этим пользуются. То есть просто имейте в виду, что если к вам стоячему вдоль пирса придет какая-то лодка и зашвартуется, это абсолютно нормальная практика, чтобы для вас не было это сюрпризом. Стоит вот фокус. И за ним, видно, стоит еще одна лодка. То есть он просто пришел, не было места, и он стал вторым номером. Ну вот, друзья, я вам вкратце уже рассказал, какой является Марина Де Хорта, какие возможности здесь есть, что вы можете ожидать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, это нужно для развития канала. И уже до встречи через несколько дней в следующей серии. Пока!